Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» «Справляй праздник жатвы первых плодов или жатвы первого урожая, засеянного тобою поля». Это говорит нам Тора, и это первое название этого праздника. Мы даже здесь не видим еще слово «шавот». То есть это праздник сельскохозяйственный, и праздник связан с первым урожаем. Также мы видим в Торе, в книге «Исходы» еще уточнение, где говорится о том, что «лучшее», то есть обозначающее словом «решит», «решит бикурей адматха, тави бейта донай логеха», «лучшее из первого урожая твоей земли приноси в дом Бога твоего». Важный принцип приношения лучших плодов, и так праздник будет известен в нашей истории. А следующее название появляется также в книге «Шамот», книге «Исходы», в 34 главе «Вэхаг шавотта аселыха бикурейка цирхитим». Справляю праздник недели, или праздник шавот, но слово шаво – неделя, недели, праздник первого урожая пшеницы. Когда мы праздновали Песох, мы говорили о том, что Песох – это жатва ячменя, а вот праздник шавот связан с тем, что это праздник первого урожая пшеницы. И мы должны были приносить первые снопы в Иерусалимский храм. Четвертая книга, книга «Бамидвар» или по-русски известная книга «Чисел» говорит следующее, что «день первого урожая бейом абикурим» – «йом абикурим» – это и есть день праздника шавот, когда вы совершаете хлебное приношение из нового урожая, будет этот день, праздник шавот, дословно праздник недель, для вас священным, не делайте в этот день никакой работы». Вот мы сразу видим здесь особый статус этого праздника, который входит в череду трех паломнических праздников – Песох, Шавот и Суккот. А вот уже после разрушения храма была записана Мишна, которая фиксирует практику празднования шавота, как праздника приношения первых плодов, в то время, когда существовал храм. И задает вопрос Мишна, каким образом отделяют бейкурим? Бейкурим и объясняет таким образом. Приходит человек к себе в сад, видит созревающий инжир, созревающую гроздь винограда, созревающий гранат, обвязывает его соломинкой и говорит – вот это бейкурим. Раби Шимон говорит, несмотря на это, снова называют их бейкурим после того, как будут сорваны. То есть сначала мы обозначаем первый плод, а потом тот плод, который уже будет нами сорван, также вносит название бейкурим, и мы этот плод приносим в Иерусалимский храм. А как несут бейкурим? Мы сказали, что такое бейкурим, как их приносят? Говорится, что люди из всех селений Маамада. Но Маамад – это то, что можно перевести понятием районный центр. Люди из территориального округа, который связан с этим районным центром, собираются в город районный, районный центр, и ночуют на улице, не заходя в дома. Рано утром старший говорит словами пророка Иермиягу – вставайте и взойдем в Сион, к храму Господа нашего Бога. То есть настолько велико было желание людей прийти в Иерусалимский храм, что они даже ночуют на улице, чтобы ни в коем случае не потерять драгоценное время. Ну и, конечно, земля Израиля широка, и поэтому живущие близко приносят инжир и виноград. А те, кто живут далеко, приносят сушеный инжир и изюм. И дальше процессия представляет собой следующее зрелище. Впереди идет бык, рога его позолоченный, и оливковый венок на его голове. Халиль, то есть свирель звучит впереди них, пока не достигают Иерусалима. Идет процессия, торжественная процессия из каждого большого города земли Израиля. И вот они подходят к Иерусалиму, посылают вперед вестников и приукрашивают свои бекурим, то есть первые плоды, которые они несут из каждого селения. Старшие коины и левиты, казначеями храма, выходят им навстречу. В зависимости от достоинства приходящих выходили они. И все ремесленники Иерусалима встают перед ними и приветствуют их, братья наши, жители такого-то места, благословен ваш приход. Вот это торжественное вступление каждого города, представителей каждого города, каждого селения земли Израиля в Иерусалим. Было похоже, наверное, на Первомайскую демонстрацию, которую мы хорошо помним с советских времен. Действительно, это торжественное мероприятие, которое проходило в праздник Шавот. И каждый рвался, но мы видим, что раз люди даже боялись ночевать дома, чтобы, не дай Бог, не проспать и прийти в Иерусалим как можно быстрее, мы понимаем, что они стремились быть первыми и принести свои плоды как можно раньше, раньше других. И, конечно, шло соревнование между разными селениями земли Израиля, чьи плоды лучше. И дальше еще звучит халиль, свирель звучит впереди. Них пока не достигает Храмовой горы. Мы пришли к Хамамовой горе, и каждый человек, даже царь Агриппа, царь Агриппа, это здесь историческое воспоминание, это человек, который был последним из тех, кто носил статус царя, пусть даже это был уже номинальный титул, и он не имел никакой власти, но он номинально еще был царем, поэтому остался в воспоминаниях в качестве последнего человека, который носил такой титул. И даже царь, несмотря на то, что ему полагаются почести, даже и сам царь берет корзину свою на плечо и заходит, пока не достигают Храмового двора. Дальше они заходят во двор, левиты запевают отрывок из Тегили. Тожественная процессия. Когда мы идем в Иерусалим, мы всегда поднимаемся, и в смысле физическом, потому что Иерусалим находится в горах, и, конечно, духовно мы тоже поднимаемся. И далее, когда мы подходим к Коину, к священнику, еще держим корзину на плече, читают отрывок из книги Дворим, 26 глава, «Возвещаю сегодня я Господу Богу твоему». Раби Игуда говорит, нужно читать еще отрывок до слов «Арамео ве да вера» «Арамеец киталец отец мой», дочитал до этих слов, дальше снимаем с плеча корзину, а Коин подкладывает свои руки снизу, поднимает ее и читает от «Арамео ве да вера», от слов, которые кратко описывают всю нашу историю, пока не заканчивает весь раздел. Опускает корзину около жертвенника, простирает саниц и выходит. Вот это торжественный праздник, который мы называем Шавуот. Мы помним торжественную церемонию приношения Бекурима в Русалимский храм. И это тот самый праздник, о котором книга Дворим говорит в 16 главе, что это «Хаг Шавуот ладунай логехо мисад нидват ядыха». Справляй праздник недели, праздник Шавуот, «Празднуй, расходуя по своему желанию то, чем благословит тебя Господь Бог твой». Ашер Титен Каашер и Верхаха Донай. Логеха. Ашер Титен Каашер и Верхаха Донай. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Вот теперь никто меня не заставит, никто меня не будет угнетать, но еще я стал свободен для того, чтобы быть носителем этого знания, для того, чтобы самому жить легко, стараясь обходить ошибки и рассказывать другим, как же мне удается это делать. Вот Тора дает нам такое основание, основание, о котором мы можем сказать на основе этого основания, что у нашей жизни есть огромный смысл и огромные задачи, огромные цели. Вот это вторая свобода, они говорят, вот почему она церапит, потому что он связан, это одна и та же свобода, только разные ее уровни, физическая и духовная. Оба праздника связаны между собой, потому что это праздники свободы и тот и другой, поэтому называют это церапит. И поскольку мы об этом еще обязательно упомянем, что это праздник дарования Торы и Тора как примесение смысла в нашу жизнь, поэтому сам процесс празднования, помимо того, что это литургия особенная, помимо того, что там дополнительная молитва, много поется гимнов в этот праздник, но помимо этого, частью праздника, важнейшей частью праздника является церапит Торы. Мы с вами должны заниматься сегодня, в этот день, мы должны открыть любое открытие Торы. Это может быть Мишна, это может быть Талмуд, это может быть Пятикнижий, это могут быть пророки, не имея значения, главное, это мы тогда получили Тору и сейчас должны ее получать. Тогда нам ее даровали в один день, а сейчас мы должны ее получать, потому что это процесс всей жизни и еврейского народа, и нашей личной жизни. Поэтому сегодня особенный день, когда мы с большим вниманием вместе или поодиночке, все зависит от условий, мы должны заниматься Торой. Кикун леша ввод – это большая, важная часть нашего праздника. Надо почитать и поразмышлять, почитать и поразмышлять. Вот потому что надо ощутить эту вторую свободу, духовную свободу. Мы читаем и понимаем, этот закон для меня, этот закон мне сейчас помогает, такие открытия дорогого стоят. Это ценность Торы, это важность Торы, это непредходящая ценность еврейской жизни, еврейской истории. И дальше мы переходим к следующему названию. Мы обычно говорим о том, что после разрушения храма праздник Шавуот стал новым, совершенно другим праздником. Ну и действительно, мы только что говорили о том, что праздник Шавуот – это праздник жатвы урожая, что это праздник приношения первых плодов, это паломнический праздник. Но тогда, когда храм был разрушен, что должно было произойти с праздником Шавуот? У нас уже нет первых плодов, потому что мы в большинстве перестали жить в земле Израиля. И у нас нет храма, и даже если бы у нас были первые плоды, то мы бы их просто не имели возможности куда-либо принести. Поэтому, когда после разрушения храма перед нашими мудрецами появилась задача сделать новую систему праздников, то, разумеется, праздник Шавуот должен был получить новое звучание. И это новое звучание было найдено, и оно не появилось просто так, на пустом месте. В качестве дополнительного названия праздника Шавуот было взято выражение из Торы – Йом-Гакагаль. Говорится об этом в книге Дворим. Говорится, вот помните тот день, когда вы были собраны у горы Синай. Йом-Гакагаль. Так он называется – день собрания. День, когда вы были у горы Синай и получили первые законы. И наши мудрецы должны были только подтвердить это хронологией. Действительно, мы читаем в 20-й главе книги Шамот, книги Исхода, когда оглашаются 10 речений, или мы знаем их как 10 заповедей, говорится о том, что на третий месяц подошли к горе Синай. Что такое третий месяц? Первый месяц – это нынешний месяц Сиван. Первый месяц – это месяц Тора, называет его Авив, мы называем Нисан. Следующий месяц – это Ияр, а вот третий месяц – это Сиван. Так что, действительно, это был месяц Сиван, когда мы подошли к горе Синай. И поэтому праздник Шавуот получает новое название – Хаг Матан Тора, праздник дарования Торы. Мы стояли в этот день у горы Синай, и были оглашены законы. И ромистический иудаизм строится на важнейшем принципе – Моше Кибель Торами Синай. Моше получил Тору у горы Синай. Это значит, что получил не только те десять речений, и даже не только письменную Тору, но получил и устную Тору тоже, то есть принципы и правила интерпретирования письменной Торы, и приложение этих принципов к условиям постоянно меняющейся жизни. Ну, здесь есть еще важная связь с праздником Песох, потому что, действительно, Шавуот завершает праздничный период Песоха. Что мы читаем в праздник Песох? Мы в праздник Песох читаем Широ-Ширим, песнь-песнь, которая говорит о любви Всевышнего и народа Израиля. Вот так наши мудрецы интерпретируют Широ-Ширим – это любовь. Но дальше следует заключение брака. А наши мудрецы говорят о том, что в праздник Шавуот как раз-таки и произошла хупа, то есть свадебная церемония, заключение брака. И в любом еврейском браке есть ктуба, то есть документ, который подтверждает права и обязанности сторон, которые вступают в этот брак. И такой ктубой для нас является Тора. Таким образом, праздник Шавуот завершает важную последовательность, начатую исходом из Египта. Мы вышли из Египта не просто так для того, чтобы переехать в другое место, мы вышли из Египта для того, чтобы получить Тору, потому что без этого существование еврейского народа не имело бы никакого смысла. И вот об этом говорят два названия праздника – Йома-Кагаль, день собрания, день, когда мы были собраны у горы Синай. Книга Дворим говорит, что все мы стояли у горы Синай, и те, кто физически там находился, и те, кто еще не был рожден, мы все находились у горы Синай. И поэтому для нас сейчас Хаг Матан Тора, праздник дарования Торы, является важнейшим смыслом праздника Шавуот, и мы учим Тору всю ночь любые тексты, которые входят в письменную Тору, в устную Тору. И поэтому у нас впереди изучение множества текстов, каждый волен взять те тексты, которые считают для себя необходимыми и важными именно сегодня. Итак, это Йома-Кагаль и Хаг Матан Тора. Хаг Матан Тора Хаг Матан Тора Дорогие друзья, еще немного о празднике, потому что мы обычно говорим, что на важный праздник есть дополнительные чтения, что-то такое, что не читается в другой день, а только на этот праздник. Широ Шири, мы уже говорили, это Магилу мы читаем на праздник Песок, и сегодня мы читаем с вами, если есть возможность, застаньте, пожалуйста, книгу Руд, обязательно прочтите ее, поразмышляйте над ее содержанием. Магила Торуд. Необыкновенная история женщины, Май-Витянки, которая настолько правильно настроила свое сердце, что никакие трудности не остановили ее перейти в иудаизм. Мы серьезно говорим, что это настоящий пример или лучший пример вера, то есть человека, перешедшего в иудаизм. Она настолько замечательная и настолько самоотверженная, что мы говорим, она пример для людей, которые хотят принять нашу религию. И она принимает ее, она говорит своей свекрови «Твой народ – мой народ», «Твой Бог – мой Бог». И в это время она становится настоящей еврейкой, достойной того, чтобы стать праматерью, прабабкой, праматерью царской династии, прабабкой Давида и праматерью царской династии. Если Авраама у нас уважительно называют «Отец множества», «Ава-Ма-Ам», то Руд заслужила особое звание. Наши мудрецы, наши раввины называют ее «Эм-Малхуд» – «Мать царствующих царства» или «Царствования». «Эм-Малхуд». Вся история написана в этой книге и связана напрямую с рождением самого Давида, потому что сын Руд Овейд рождает Ишайя, Ишайя Давида. И эта династия потом, Всевышний сам скажет, что не переведется потомок Давида на троне. То есть теперь условие такое, после необыкновенного человека Давида, богополагающегося на него, богодоверчивого человека. Вот именно с его потомками связана династия напрямую, потому что только вот такие качества должны передаваться, как генофонд должны передаваться каждому царю. И со временем, бывали у нас разные цари, но надежда есть о том, что придет праведный царь, мы его ждем, придет праведный царь и вернется слава Израиле. И мы говорим, так принято говорить, что мы читаем Магилат Руд, потому что, есть такое, разные объяснения есть, но потому что это, шестой сивана, это день рождения и день смерти царя Давида. Ну, не знаю, насколько день рождения, можно говорить всерьез о дне рождения пастушка, потому что он не старший сын, даже в семье не наследник, и, в общем-то, в пастушеской семье родился. Может быть, никто и не помнил, а вот я ему день рождения точно, а вот день смерти уже не могли пропустить, потому что это была огромная потеря, огромная потеря. Это царь объединитель, это царь создатель государства. Не Шауль, не Шауль. Шауль какое-то время, и не совсем, как хотелось бы Всевышнему правил, народом Истраэля, а вот Давид, Давид был необыкновенным. Территория царства, царство Давида, в два раза больше, чем современный Израиль, в два раза больше. Вот, если можно, его удвоить. И вверх, я имею в виду на север, и за Иордания, и вниз до Синайского полуострова. Это все были территории, подчиненные Давиду, потому что он был очень талантлив, необыкновенный человек. И когда он умирал, то слезы катились у всего Израиля, потому что это самый славный, самый славный царь, который только можно было придумать. Его сын тоже будет хорошим царем, будет мудрым царем, но песни поют о Давиде. Песни поют о Давиде. И говорят, что вот да, это как бы день рождения, но уж точно все знают, что 6-го Сиавана он умер, и народ оплакивал его. Поэтому мы с вами сегодня, после того, как закончим рассказывать о празднике, мы с вами спадем кедуш, и пойдем, как говорил Жарав Леонид, пойдем выбирать тексты, найдем могилатру, найдем другие тексты, будем читать сегодня с удовольствием. И этим исправим мир к лучшему, потому что кикун лель шавота означает исправление к лучшему, ночь шавота, которая исправляет мир к лучшему. Я мин на шэм ас-ха-ха- console, я мин на шэм ромэн, я мин на шэм ас-ха-ха- compos Journey of the Truth. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok